Вот так открываю воду с утра и до вечера, и ночью встаю, может капельки будут, и уже с 5-го числа её нет. Абсолютно, вот всё. Перебой с подачей воды в округе – дело частое. Временное отсутствие и живительной влаги летом никого не удивляет, больше злит. Но чтобы вот так, пять суток, и из крана ни капли в Лопыгина впервые. Жители возмущены равнодушием чиновников. По их словам, никто и не потрудился сообщить истинную причину ЧП. Лопыгинцев то обвиняли в расточительном использовании природного ресурса, и в воровстве то говорили о проблемах с насосом. Нам не нужны насосы знать, что там делается. Мы должны платить регулярно деньги, и мы должны получать продукт за эти деньги. Вот и всё. Людей уже довели до точки кипения. Почему мы должны обращаться, собирать списки, идти к главе нашей администрации? Почему нам не говорят правду? Почему не приехал сюда водоканал, как их приглашали? И никому ничего не нужно. Живите, как хотите, люди. Единственное, что сделали чиновники – организовали подвоз питьевой воды. У местных жителей и здесь возникают вопросы. Воду привозят в три часа дня, когда большинство населения на работе. Вот едет вчера машина, питьевая вода написана. Я далеко, я инвалид. Она сигналит. Потихоньку едет. И поехала, и поехала, и поехала. Я вышла, она уже вот там на перекрёстке. Два ведра я донесу. Муж у меня в больнице. Я инвалид. Я даже напиться себе не могу принести. Ну как я с костыльём пойду? Я что, соседи будут просить? Они сами не успевают. Всё, чего добились лопыгинцы – это короткая встреча с главой сельской территории Светланой Ансимовой. Этот вопрос у нас под контролем с 5-го числа совместно с водоканалом. Сегодня утром я была, там разговаривала с Проскуряковым Виктором Михайловичем. Он сказал, что при 12 часов к 3 часам будет стоять насос. Вчера насос действительно отремонтировали. Оказалось, что 5 дней водоканал искал деньги на покупку оборудования. Однако вода так и не появилась в домах. Мощности 16-кубового насоса маловато для разросшегося района села. Местная администрация обратилась в водоканал с просьбой заменить маломощный агрегат новым 25-кубовым насосом. Это позволит уменьшить количество перебоев водоснабжения населённого пункта. А пока жители пяти улиц вынуждены покупать воду в бутылках и ездить мыться, стирать вещи к родственникам в город. Правда, когда вода вновь появится в домах, вместе с ней придут уже другие проблемы. В итоге в трубах идёт песок. Песок забивает колонку, стиральную машину. Стиральная сгорела у меня, котёл тоже сгорел. Вот как жить дальше? Почему мы платим как за очищенную воду, когда её никто не очищает? Идёт песок. Фильтры меняем, фильтры летят. Вот вам уже жаловались люди, что летят машинки стиральные, котлы, всё забивается песком. На всё водоканале один ответ. С такими низкими тарифами модернизацию сетей водоснабжения проводить сложно. Продолжение следует...